Родители челябинской школьницы собираются писать заявление в полицию на извращенца, неизвестный, с фейковой страницы, атаковал их дочь. Мама была в шоке, когда увидела, что незнакомец писал девятилетней девочке. Подробности в репортаже корреспондента агентства чрезвычайных новостей Никиты Погодина. В социальной сети эта девятилетняя девочка общалась только с родными и одноклассницами, но однажды вечером написал «незнакомец». Представился Егором и сразу перешел к непристойностям. Вот эта переписка, он мне все так писал, такие ужасные слова. Как самой избавиться от педофила ребенок не знал, а рассказать все маме школьница боялась. Тем временем извращенец продолжал атаковать. Классненькая у тебя фигурочка. Ищу, как заблокировать педофила. Но почему так категорично? Просил разрешение, чтобы помассировать на тебя. Я же тебя и пальцем не тронул. Эти скрины переписки родители уже готовы передать полиции. Школьница так и не решилась рассказать маме. Пожаловалась старшей сестре. Ну, пока что мне не страшно. И он у меня в черном списке. И я пока не знаю, что с ним делать. Не знаю, я может его обыскать, найдут, что-то скажут, посадят куда-то. Я не знаю, как реагировать. Это очень страшно. Что дети разные. Не дай бог, кто-то напугается, перепутает, напишет адрес. Действительно страшно выпустить на улицу. Я не понимаю, какие действия должны быть дальше. Но мы сейчас хотим добиться какой-то помощи от общественности. Страница извращенца до сих пор активна. В сети был сегодня. А в подписчиках одни маленькие девочки. Фотографий нет и друзей тоже. Но выяснить, кто скрывается за страницей Егора, оперативникам не составит никакого труда. Ведь для регистрации в социальных сетях есть настоящий номер телефона. Впрочем, как правило, за такими фейковыми аккаунтами оказываются именно педофилы. Это 34-летний Александр Мельников. Хотя в соцсетях он был зарегистрирован, как Елизавета Винокурова. Под видом школьницы мужчина знакомился с маленькими девочками. Заставил сделать фотографии обнаженного тела, частей тела. И путем уговоров и шантажа заставил ее прислать к нему на сайт, на личную его страницу. Мужчина получил 4 года колонии. По такой же схеме этот 20-летний челябинец шантажировал школьницу из Липецка. Познакомился с девушкой, с несовершеннолетней девушкой из города Липецк. Считал с ней переписку. Обманным путем потребовал у нее того, чтобы она переслала ему фотографии интимного характера. А впоследствии, когда она это сделала, стал шантажировать ее. И требовать уже записывать видео порнографического характера. А также пересылать ему. В дальнейшем стал требовать денежные средства. 13-летняя девочка даже отправляла ему деньги, чтобы он не публиковал ее фото. В итоге, когда все скрылось, парень получил 5 лет колонии. Субтитры создавал DimaTorzok